Добрый вечер Что это такое? Что это за секта что ли какая? Объясните пожалуйста Да, такая есть у нас секта в России, адвентисты седьмого дня Имеет американское происхождение И они в начале своей деятельности даже много раз назначали конец света Вот они, их еще называют субботниками Вот они, так же как наши евреи, они чтят субботний день На основании Ветхого Завета Стараются в субботу ничего не делать, чтобы не согрешить Можно сказать, в чем вредность этой секты? Ну потому что это не церковь с точки зрения нашей То есть они на основе священного писания построили собственное учение И людям голову морочат Сто лет, ну, они так не считают Они считают, что они истинные А мы, например, вот не почитаем субботу Они так считают, хотя мы почитаем субботу Суббота у нас всегда выделяется как праздник Но у них, тем не менее, вот как-то особый нажим на эту часть Ну это всегда можно взять в священном писании Ну какую-нибудь одну тему Ну, например, побивание камнями И вот то, что написано, за что побивать камнями То стараться исполнять скрупулезно А остальное уже так второстепенно Этого придерживаться И так, в общем, без конца Всегда можно педалировать что-то одно Но Господь нас учил иначе Что надо все писание принимать Но не все люди в себя способны вместить все Ну тогда надо верить церкви А не удаляться от нее и строить свои какие-то структуры Ну так-то проще Ну я бы не сказал Построить все-таки какую-то такую вероучительную конструкцию Это, в общем, не очень просто Но в основательной секции Всегда лежит какой-то человек Я забыл, как зовут Того человека Боющая даже женщина Там был адвентист Ну не помню просто Мы эти семинарии проходили Но сейчас я уже просто все забыл Из того, чем у нас учили Тем более с адвентистами сейчас не встречаюсь Вот Хотя вот был у меня такой эпизод в жизни Когда одна девушка, адвентисточка Такая очень милая Стала ходить в храм Ко мне слушал проповедь И вот даже потом Я говорю, а что ты интересуешься православием там или что? Она говорит, да нет Я просто вижу, что вы верующий человек У вас проповеди мне нравятся А вот я хочу, чтобы вы обрели истинную веру И ты думаешь, что я русский поп Значит, в этот американский обрубок перейду Это как-то наивно Я говорю, хочешь книжечку почитать? Дал и Хомякова о церкви Я говорю, ну ты сравни, что вот Алексей Степанович написал Вот сто лет тому назад, даже больше Вот с теми брошюрами, которыми вас там подчуют Она признала, что до такого уровня книг у нас нет Я говорю, ну вот, видишь Поэтому это как бы никак невозможно И вот эти переводные книжки Американские, они меня вообще ни в чем не убеждают Ну вот, была задача у нее для себя Меня обратить, который Ну, тогда я ненамного был ее старше Ей так, может, был год 24 А мне уже так чуть-чуть за 30 было Но я ее даже помню Так очень хорошо, такая очень Приятная Ну вот она, к сожалению, исчезла Хотя некоторые из представителей других религиозных организаций Приходили, и некоторые так все-таки доходились В православный храм Поэтому им, в общем, запрещают там Их начальство ходить Это, говорят, церковь мертвая там и так далее Потому что если в православную церковь начать ходить Он уже не может обычно устоять перед благодатью Божией Она сама его И он покидает свои сообщества и воцерковляется Потому что в детстве, как правило, они все крещеные Ну, потом аккуратно перекрещивают там Рассказывают им, что это все Что было раньше не годится И так далее Вот интересно Все эти секты, они имеют свое начало Ну, большинство В 19 веке И при этом люди, приходя в эти секты, даже не интересуются А где была истина до 19 века Вот вы утверждаете, что у вас вот истинное понимание Священного Писания Но вам 150 лет, а до вас Где она была? Ничего не отвечает? Нет У них там есть заготовленные ответы и на это Ну, что она, дескать, содержалась Так частично тут, частично там То есть мы ее объединили Ну, вот было откровение, как бы дополнительное Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому